15 октября 1992 года в ростове завершился суд над самым известным маньяком советского союза андреем чикатило коллегии судей признала его виновным совершении 53 убийств приговорив к ожидаемому расстрелу на суде кровавый маньяк пытался предстать в образе борца с мафией красного партизана беременной женщины украинского националиста и жертвы коммунистического режима поняв что его попытки вызвать жалость не работают чикатило начал готовить легенду о своем сумасшествии заявив что он страдает тяжелыми психическими заболеваниями но история его болезни по злому умыслу судьи скрыта от общественности чтобы представить его злодеем и убийцей кроме того он утверждал что в одиночной камере его облучают радиации через стену а также заявлял что он красный партизан и убивая людей выполнял приказы командира партизанского отряда который велел ему брать языков и доставлять их в лес серийный убийца педофил не красодист некрофил и каннибал андрей чикатило вел внешне ничем не примечательную жизнь в отличие от своих соседей он не пил и не курил уделял время воспитанию двоих детей и беспрекословно подчинялся жене которая даже не подозревала о его криминальных наклонностях после разоблачения маньяка практически весь советский союз мечтал о смерти убийцы а многие обещали поквитаться и с его родственниками последним не оставалось ничего другого кроме как переехать на другое место жительства поменять фамилию и как-то существовать не привлекая к себе особого внимания как же сложилась дальнейшая судьба родственников ростовского чудовища когда 24-летняя не блещущая красотой феодосия одначева выходила замуж за статного красавца андрея чикатило она даже представить себе не могла с каким чудовищем сводит ее жизнь начавшаяся после свадьбы интимная жизнь молодой пары не заладилось андрей не страдал огромной мужской силой но это не помешало в 1965 году родиться дочери людмиле а в 1969 году сыну юрию прошло менее десяти лет после свадьбы и чикатило заявил жене что он импотент полностью прекратив с ней супружеские взаимоотношения это покажется удивительным но женщину такой поворот полностью устраивал а андрей не давал жене даже малейших поводов ревновать поэтому когда мужа последовательно уволили из школы-интерната за развратные действия в отношении ученицы из пт у за домогательство подростка она этому не поверила конечно же его просто облили грязью чтобы освободить теплое местечко для своих жить чикатило было очень удобно он не пил аккуратно складывал зарплату копеечка копеечки благодаря чему семья смогла приобрести автомобиль москвич в 1989 году супруги фиктивно развелись чтобы получить еще одну квартиру в новочеркасске в виновность мужа феодосия чикатило поверила только тогда когда ей дали посмотреть видеокадры на которых ее муж показывал неизвестное следствию место захоронения убитого и расчлененного мальчика от мужа она отреклась сразу и безоговорочно заявив что только теперь поняла с каким чудовищем жила 27 лет некоторые исследователи утверждают что она прекрасно знала о злодеяниях мужа и даже могла быть его соучастницей однажды она создала андрею чикатило убедительное алиби из-за чего по обвинению в совершенном им убийстве был задержан и осужден совершенно другой человек ее прежняя жизнь была полностью разрушена из детского сада в котором феодосия чикатило работала заведующей пришлось незамедлительно уволиться после этого она вернула девичью фамилию и вместе с сыном юрием уехала в город харьков где проживала ее старшая дочь устроиться на приличную работу женщине не удалось и она стала реализатором на одном из местных рынков помогала дочери воспитывать внуков скончалась в 2005 году незадолго до смерти дала единственное интервью одному из российских телеканалов в котором заявила что даже не подозревала о совершаемых мужем злодеяниях юрий чикатило в детстве был очень спокойным мальчиком но все изменилось после службы в афганистане в боях под кандагаром он получил ранение и вернулся домой достаточно агрессивным молодым человеком незадолго до ареста отца он успел поучаствовать в серьезной драке и даже ограбил иностранца андрей и феодосия чикатило продали часть своего имущества и дали взятку чтобы их сын получил условный срок позднее юрий рассказывал его совершенно не пьющего отца задержали в момент когда андрей покупал пиво для того чтобы морально поддержать сына вместе с матерью юрий сменил фамилию на дночов и переехал в харьков повторно сменил фамилию на мирошниченко и начал новую связанную с криминалом жизнь юрий мирошниченко чикатило имеет судимости за рэкет разбойное нападение и покушение на убийство долгое время занимался разграблением украинских заводов с последующей переправкой украденного имущества в россию в общей сложности он провел в местах лишения свободы 12 лет где никогда не скрывал своего родства с казненным андреем чикатило сын ростовского маньяка женат имеет двоих детей проживает на окраине харькова и считает себя украинским патриотом но хоть сегодня готов уехать в сша где мечтает продать свою историю одному из местных телеканалов заработать начальный капитал и начать жизнь с чистого листа единственное светлое пятно в этой семье дочь людмила об этой женщине известно только то что она в раннем возрасте родила сына после чего вышла замуж сменила фамилию и переехала на постоянное место жительства в харьков от общения с отцом отказалась задолго до его ареста суда и расстрела дело в том что однажды андрей чикатило после визита к дочери привез внука к себе домой несмотря на протесты жены не желавший возиться с малышом мальчик на несколько дней остался у дедушки с бабушкой в первую же ночь маньяк подкрался к внуку и начал его тискать а мальчик об этом рассказал бабушке с мамой феодосия попыталась замять скандал но людмила заявила что отца у нее больше нет и полностью прекратила общение с родственниками вновь общаться с матерью она начала только в 1990 году когда-то с братом переехала в харьков в том же году повторно вышла замуж еще раз сменив фамилию во втором браке родила дочь категорически отказывается общаться с представителями сми последовательно отстаивая свое право на приватную жизнь о поведении чикатило хочется сказать несколько слов во время зачитывания приговора чикатило периодически делал вид что не может стоять поэтому его удерживал конвоир прислонив к решетке клетки поначалу чикатило пускал пену изо рта и изображал невменяемость но чем ближе был итоговый вердикт тем агрессивнее он становился он начинал выкрикивать ругательство рассчитывая что его удалят из зала и это позволит затянуть время последние слова судья леонид акубжанов произносил под непрерывное глухое бормотание чикатило приговор к смертной казни зал встретил бурными овациями и аплодисментами чикатило в ответ на вопрос судьи ясен ли ему вердикт выкрикнул мошенник в тот момент когда маньяка выводили из зала суда он прокричал свободу россии и украине а вот и последнее интервью чикатило из камеры смертников мошенник чикатилла правильная фамилия я правильно называю что ли это украинское что это было на украинский произносится по украинской мове чикатило 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 да чикатило ну я и сам в киев яш я филолог уже там разбирал в ее по всякому разбирал и в киев писал там в институт языкознания там наш институт украинской мови ну так я не разобрал хотел я поехать в киеве там был так я не добився но я думал что только вона и я тільки в нашей родине вот в селе в нашем яблочное селе яблочное только в нашем там я сколько вот був командировках я нигде не встречал то что в харькове я там уже все виходцы с нашего там с нашего села чикатило а так вона смысла нема ніякого чикатило перевода нема ніякого просто набор букв чикатило чикатило и шоуна означает вот когда вы были ребенком да и не только ребенком вы любили ласку то я не знаю любил лет я не я ее не имел никто не ласкал никто никогда не ласкал никогда потому что у нас как ну как раз все мое детство пришло это на военные на голодные годы так что мы там только лишь бы пухлые ходили жаль бы выжить какие там ласки а дальше была голодовка период у нас тем более там на украине это счет а болтовской области там же поставили этот монумент жертвам голода там 20 миллионов где по его искусственно созданных голодовок 33 года 47 я вот это 33 году моего старшего брата степана съели во время голода люди ели съели схватили люди голодные отчаивались его съели мать меня все время предупреждала не выходи со двора то ли степана сели тебя сидят вот я в баре бурьяне там калачики ел эти питался и мать это зари да зари в колхозе когда не хотела больно ли считали с болезнью это придет кусок черного какой-то жмыха там пронесет хлеба этом а то мы тем и питались в бурьянах там и лазили там все это ну или на замок там дома закроет это все там сидит голодный в окно смотрит плачу сказку всем известную красную шапочку мы с вами возьмем жалко красную шапочку вам конечно как я всегда и как ну как слушал и плакал конечно как жалко конечно вы наверное читали не только красную шапочку это мы с вами но я волка вам не жалко я как-то не продавал зачем нет а муках на том свете я встречи со своими готове вы об этом как же нибудь задумывались я не задумывался об этом встречи они как-то не задумывался я все это все это я считаю что все это меня не касается как-то все это прошло мимо моего сознания все это не задумываясь вот тому муках своих я я мук сколько мук пережил я уже если описать все мои все муки все круяда уже прошел я уже был на том свете не раз я уже поэтому очередной раз я готов любое время уже с этим уже смирился уже в моем положении мне всегда вас спрашивали меня институте сербского почему вы не повесились этом духе и в суде мне задавали арестового почта не повесился ну я конечно если бы я был стандартный человек мог бы должен конечно должен быть спится или повеситься а основной вот это вот приключилась как сейчас вот пишут профессора это вот эти стрессы вот эти все травли эти все преследования что меня травили меня это самое всю жизнь меня и меня об меня ноги вытирали и считали меня за человека везде может быть неожиданно вас нуждает кошмары я как нормальный может быть том смысле что у меня вот эти вот все как и психическое сексуальные или сексуальная психическая ущербность вот эта вся вот эти все перверсии и на базе этого все вот эти мне вот уже там на мозги всякие клапаны ставили там мозги там фиксировали там они зафиксировали какие-то болезни адвокатом доказал что я больной а студия говорит здоровый расстрелять ну неважно ну главное кошмары как бывает у меня когда сильные головные боли у меня потому что я сотрясение мозга переносил не раз и меня и расстреливали убивали уже там это шахтеры которых я воспитывал бутылки водки водку них отбирал там все и вот я уже бывают кошмары головные боли ну и обычно физическое упражнение делаю думаю ладно сейчас у меня аритмия сезу моего сердца становится и делаю 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 я вот мостик делаю все это делаю я нагрузку стенара не задаю думаю пусть я кончусь быстрее думаю ну все-таки это самое чтобы отвлечься как-то отвлечься если если черненко стал генеральным старом черненко который вообще не могу услышать двух слов связать который вы его высшая должность государства это редактор это блокнот агитатора то я тоже написал и москве выступал я сказал я тоже в это сама был редактором этой стен газеты всю жизнь во всех промышленных учебных заведениях и в армии всю жизнь редактор и корреспонденты пишу и очерки и статьи в газеты и выступаю и снабжение по всему югу россию занимаюсь это самое по всей европе мотаюсь обеспечиваю производство все ворочи все движется у меня исполняю конкретные а без производственные обязанности я только куняет на этом сам полетбюро у меня все время были вот эти все члены полетбюро я их назначал я их смещал и все зарубежные страны я всех знал и и гамулку и кадра и и и вели ульбехта и всех всех и пика и всех их знал всех еще здесь еще девятого класса когда стали номер я уже здесь готов было принятие от сталина это все рурой это самое наследство быть генсеком этой партии это все мирового коммунистическое движение можно страшный вопрос вы знаете вот мне попадались книжки вот это анжелика попадались понимаете вот и вы знаете и в это самые эти как видеофильмы такие сексуальные а там я не нашел они меня не увлекают и увлекать меня вот это общество политическим человек я вот восхищался философией марсистка ленинской как все там стройно и как все логично все три источника три составные части марсизма лизма все изучал я конспектировал все 55 тому тому ленина проштудировал 4 университета марсизма лизма закончил в разных городах разные факультеты международных отношений и пропагандистский паркозактива там и все это самые разные факультеты все любимые животные все живут кошки кошки собак кошка больше как-то все животные кошка то что у нас было больше 2 животных не было я ближе всего что я 15 октября 1992 года чикатило был приговорен к смертной казни обжаловать приговор ему не удалось и он был доставлен в новочеркасскую тюрьму дожидаться исполнения приговора однако чикатило не пал духом а наоборот развил бешеную активность он буквально завалил жалобами все возможные инстанции писал во все сми и подал прошение о помиловании президенту ельцину однако все эти попытки ему не удались 14 февраля 1994 года почти через полтора года после вынесения приговора его расстреляли преступника вывезли из тюрьмы на автомобиле к месту казни предварительно ему сообщили что после многочисленных прошений требований ему назначили новое обследование и его повезут в москву возможно чикатило самого начала догадывался куда его везут а может понял это только в самый последний момент конвоиры ввели чикатило в помещение где проводились расстрелы в 20 часов ровно он был казнен после этого его смерть засвидетельствовали врач прокурор и представитель милиции сразу после казни ходили слухи что иностранцы предлагали баснословные деньги за мозг маньяка и будто бы его расстреляли каким-то особым способом по традиции принятой в ссср казнили выстрелом в затылок но это скорее всего популярный миф чикатило был погребен на кладбище новочеркасской тюрьмы в безымянной могиле как и все смертники а и и и и и и